come to the dark side выехали cookies переходи на темную сторону у нас есть печеньки в переводе если ты не понял ну и снова здорово господа меня зовут романова на канале фрисан games у нас галактика героев сегодня фаза подготовки к великой арене хотел уже сказать к великой обороне насколько она великая конечно же здесь большой большой вопрос а ты зачем звук мне тяну телефоне включил ну-ка выключи мне звук на телефоне не надо не надо отвлекать не буду я это вырезать так и быть короче смотри там мы естественно победили то что ты видел где она это здесь она у нас есть ньюк нелос койл очень тяжелое имя хотел сказать но это не имя это ник и давай посмотрим чаю в очок у нас убийца ситхов на флоте у него сразу видим травм 6 звезд клык 3 звезды не понял это серьезно сейчас жуки недособраны довольно таки странно слушай для трех миллионов г.м. флот как вы какой-то какой-то удивительный если честно хорошо пошли а судя по всему это у нас человек француз по крайней мере и по крайней мере по крайней мере или имели по крайней мере гильдия на то похоже л и гуэнс ду вену xb ну не знаю лэй вообще это лос-анджелес обычно не суть оставим как бы это на его совести пошли будем сразу смотреть легенды галактики надеюсь хорошо что нету 501 считай нету галактическая республика падме энакин кеноби асока йода r2 d2 квай гон джин что мы из этого сможем собрать но естественно он соберет это падме пак по-любому за одним единственным исключением за одним единственным исключением нет все 3 пиво нету серьезно нету синтези 3 пиво мне нету си 3 пиво да тогда без всяких исключений падме пак у него счета есть хорошо это в атаку пойдет сто процентов едем дальше джавы мимо джедай джеда он среван есть есть отшельник йода есть бастила есть джоли есть эзра квай гона мы уже видели канон джарус есть то есть получается это вторая пачка пачка под сревана интересно отшельника йода он куда поставит он поставит к сревану или к великому магистре йоде но мы этого скорее всего а нет узнаем узнаем потом по статистике кстати много комментариев было где смотреть а потом типа кто и как на тебя нападал на великой арене есть сайт svg ох . gg там регистрируешься и там есть история то есть картинками показано кто на у тебя нападал какими пачками на тебя нападал и какой по итогу вышел счет вы имеется ввиду в плане сколько сбили защиты и здоровья соответственно так можно даже читеров находить так хорошо две пачки у него есть у него есть третья пачка но это в защиту пойдет это сто процентов защиту 2 в атаку 1 в защиту дальше изгой 1 а понятно империя 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 такое себе не будет у никого брать хотя опять же если соединить с империей ситхов может быть что-то для защиты и получится потому что имперские штурмовики у него галимы клоны штурмовики галимы и так 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 охотники за головами но это в защиту сто процентов первый порядок никакущий повстанец а ну вот есть командир люк скайуокер есть r2 d2 есть чубака есть хан соло и оби-ван кеноби наверное либо братцы-близнецы не знаю кого он еще возьмет но в любом случае это третья пачка для атаки я думаю что так по сепаратистам граф духу генерал нут граф духу генерал нут опять же нет дроидов то есть с кем он будет использовать гривуса если только под графом духу но тогда у него сестры развалятся а сестры у него хорошие сестры в атаку пойдут ситхи 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 трея есть возможно увидим защите сопротивление рейки нету старички считай нету феникс это в защиту естественно и воки нету но слушаю чувака для трех миллионов склад то я бы даже не побоялся такого слова а по ходу похуже даже чем у меня будет страшно конечно я это высказал ну да ладно здесь кстати по флоту почему и так неграмотно его тыквы давай мы попробуем чуть-чуть пограмотнее смотри танк у нас к 100 кто это бикс естественно и дальше мы с тобой кидаем вейдера и кидаем сид пилота почему потому что захват цели для того чтобы бикс больше оставался под провокацией сюда мы из-под крепа выгоняем тебя выгоняем обоих фениксов и выгоняем либо скимитарушку либо бабушку скимитарушка в инвиз кидают боба на себя может переманить провокацию давай бабушку закинем пусть будет так он в любом случае пройдет хотя при условии его флота большой вопрос еще пройдет или не пройдет так здесь смотри мы с тобой делаем по хитрожопому ну я так считаю кидаем сюда фениксов сюда мы с тобой кидаем пп шичку есть дальше сюда к фениксам возвращаемся кидаем с тобой так 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 охотников вот примерно таким вот составом здесь мы с тобой накинем клюка блин или клонов не давай клюка накинем давай накинем немножко клюка сюда идем а здесь сзади мы с тобой накинем кого клонов и и и и и и где и старую республику пусть парниша попробует что-нибудь по поводу пачек давай сейчас с тобой поговорим насчет отрядов вообще в принципе чтоб ты немножечко понимал ну и для меня опять же таки до отряды стандарт нет не стандарт у нас будет идти в 5 на 5 5 на 5 атака атака хорошо спасибо давай назначать естественно сюда входит древо тут как бы абсолютно без вопросов мы берем стандартную пачку если что потом будем ее пересобирать дальше мы естественно сюда берем сревана также стандартная пачка если что будем ее пересобирать но если вдруг не полным отрядом пойдем то будем пересобирать дальше кто у нас идут жуки естественно это у нас джианазийцы пока что они будут идти у нас только в атаку непосредственно так то у нас альфа дальше кто у нас идет я не помню по моему санфак и у солдат поголь и шпион вроде как то так там самое главное это чтобы подожди солдат у нас что у нас стойкость накидывает до снижение стойкости поголь у нас накидывает блокировку а санфак на занимает все полно да в принципе хорошо когда будет бить шпион там не суть важно сделали нам надо сколько нам надо 6 пачек у нас с тобой пока что только 33 пачки в атаку дальше кто у нас идет пачечка под императором они них уху у нас идет трейка но тот случай если мы встретимся с жуками если мы встретимся с тобой с этими самыми жуками закидываем сюда не аху сиона закидываем мародера и закидываем пока что дарт мол а вполне возможно что там может сиди ус будет или саваш опрос кстати насчет сидиуса массовочкой что ты делаешь вызывают уязвимости дополнительного длительного урона приносение критического удара вот это в принципе неплохо 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 посмотрим но в любом случае эти 33 не хилус и сион в любом случае идут дальше мы будем смотреть уже по обстоятельствам по ситуации и следующая у нас пачка это уже идет естественно под палычем что-нибудь что-нибудь под палычем это палыч этот раун это вейдер естественно и дальше у нас встает достаточно таки сложная задача почему потому что император палпатин дает у нас на имперцев и на ситхов если мы с тобой посмотрим по ситхам то мы уже няху сиона забрали у нас остается дукич у нас остается убийца ну короче практически ничего не остается потому что часть ушла под трею часть ушла под древана вот соответственно у нас остается две свободные клетки если мы с тобой перекинемся быстренько быстренько в картежке то бишь в имперцев то мы можем сделать вот такого плана пачечку не то чтобы она топовая но плохой откровенно плохой я бы ее конечно не назвал вот лучше бы в идеале здесь конечно увидеть кого-нибудь из этих ребят особенно красного но пока оставляют так то есть опять же у нас есть основа это палыч травм вейдер остальных двух будем смотреть по ситуации так это раз это два это три это четыре это пять а теперь самое тяжелое 6 пачка 6 на 6 пачку у нас кто весьма неплохие остаются гривос коронавирус у нас остается у нас остается не использованы никак духу про которого я постоянно забываю у нас остается savage образ весьма неплохая у нас еще остается кто а у нас практически никого-то и не остается потому что все остальные либо в защите у нас либо в атаке либо что еще хуже они крайне говеная но допустим допустим сюда можно добавить nude почему бы и нет и можно добавить хотя бы временно хотя бы хоть как-то магнастража все-таки он танк а у нас больше здесь танков нету встает вопрос сразу же насчет лидерства гривус уменьшает избегание критического удара всех врагов на 40 процентов и обороны 50 процентов когда союзные дрои темной стороны сопротивляются атаки у нас этого нету просто-напросто союзному дроиду так смотри когда захвачен стой подожди а захват цели а кто у нас будет делать захват цели а ну да все понял ну такое себе давай мы попробуем все-таки сделать отряд из сепаратистов и поглядим на графа дуку сепарте получат криткими шанс на контрудар 50 процентов стойкости когда впервые продuşаться вышешего мне и когда здоровье врага падать ниже ста процентов все союзная сепарте что получать 10 процентов атаки суммируется до пяти эйти процентов а враг получать снижение стойкости и невосприимчатка лишений на два хода сопротивление против этого эффекта не действует от него нельзя увераться когда здоровье врага падает ниже процентов ну это легко на самом деле это сделать довольно таки легко с ваш образ у нас только на сестер ночи а нут так связано сепаратисты получат 15 процентов к скорости эффективности за каждого врага с грабежом пока жив нут гонрей все враги на которых действует грабеж терять все положительные эффекты и накладываются вымогательство на случайного врага у которого это вещь ну блин ну фактически ничего не дает ведь пока нет грабежа то что дает уникалочка отрицательный эффект он также наносит цели 5 процентов урона максимальному здоровью от этой атаке нельзя вернуться враги с грабежом получают минус 37 скорости атаки выогивает он сразу возражается с возрождается со 100 процентов дорогие шкалы хода времена на этот за это надо давать а я за это не хочу давать соответственно у нас остается ду кич ну вот такой вот отряд такой вот отряд это я тебе хочу сказать что что мы его будем ситуативно менять то есть вполне вероятно что мы просто-напросто будем ходить одним гриусом что-то еще из этого из того склада что у меня есть составить нельзя так чтобы персонажи не повторялись можно очень долго и упорно здесь сидеть и накидывать различные вариации но я попытался сделать отряды именно основные то есть иметь какую-то основу а из них мы уже будем кого-то выкидывать если нам потребуется отряд послабее и кого-то добавлять если мы где-то персонажей сохраним сейчас у меня есть вполне себе игровые 6 пачек в частности у меня есть древан который может вынести любого фактически соперника потому что у меня соперники в принципе не ставят никого сложного страшного защиту у меня есть среван который также может весьма неплохо себя проявить за некоторыми исключениями для этих исключений у меня есть жуки для жуков у меня есть трея с ситхами и также у меня есть для разнообразия император палпатин который в принципе тоже не лыком шиты и также есть у меня сепаратисты где в принципе даже один гриву сможет показать себя достаточно таки неплохо вот с обороной мы поработаем немножко попозже на самом деле сейчас к обороне я внимание сильного не день не делаю потому что мне надо еще над пачками над некоторыми мне над некоторыми поработать выгнать персонажей немножко по тиру по звездам и соответственно с обороной станет немножко попроще потому что те персонажи которых я качаю но заметь это опять же дроиды это эваки в атаку их брать бессмысленно но если дроиды под гривусу еще хотя бы заходят то эваки как бы ни туда ни сюда надо вот шакти и шакти кстати подтянуть тогда она весьма неплохо будет как и в атаке так и в защите со своими клонами также надо будет подтянуть падмы но по падме есть немножко другая проблема до которой мне сейчас тоже нету немножко дел это энакин он всего в четырех звездах вот ну и плюс то что генерал кеноби будет за занят в пачке сревана если генерала кеноби переводить сюда то кого тогда сревану отдавать тоже встает у меня небольшой вопрос потому что если мы переходим к джедаям то кенанджарос уходит к фениксам оби-ван кеноби уходит к люку и на этом все отшельника йода у меня нету все трипи у меня нету r2d2 будет занят то есть как бы такое себе вот поэтому над обороной я еще буду сидеть мозговать и возможно в одном из видео не знаю в скором или не в скором уже будем непосредственно обсуждать оборону что касательно еще того комментария что зачем ты записываешь подготовку к во во первых очень много человек согласились чтобы она была понимать ход мыслей возможно я где-то говорю достаточно такие правильные вещи вот но человек чему это писал то что меня могут спалить соперники конкуренты и за это типа наказать сделать мне а то то я за за но проблема таковая возможно имеет место быть и даже если кто-то увидит вдруг мою оборону это не значит что он ее пройдет безошибочно потому что где-то не рассчитает силенку где-нибудь еще что-нибудь то есть один один проинформирован значит вооружен не всегда так она не всегда срабатывает вот ну и соперник все-таки у меня даст не такой мощный чтобы вот так вот прям сильно скрывать оборону не буду я пока прятать будем мы пока что такие видосы в таком в таком плане в таком формате записывать поэтому если интересненько то ты обязательно подписывайся жду тебя в комментариях ставь лайки если понравилось большое спасибо что посмотрел с тобой был роман и да пребудет с нами сила